Новые формы поддержки мобилизованных граждан и членов их семьи обсудили в областном правительстве. Социальные гарантии и льготы положены всем кадровым военным, тем, кто призван в рамках частичной мобилизации и добровольцам. О том, что уже работает и что еще предстоит запустить, Гульнара Шарипова. Необходимую экипировку и медикаменты приобретают за счет областного бюджета. О потребностях мобилизованных выясняют непосредственно на местах, где они проходят боевую подготовку. Важнейшее направление межведомственной работы сейчас – это поддержка семьи тех, кто был призван для дальнейшего участия в СВО. Все позиции на сегодняшний день, как я докладывал вам, уже завезены, за исключением двух, которые не производятся у нас. Мы заказали сидушки и также аптечки. Мы ждем сегодня к вечеру с полным медицинским комплектованием, с подсумком, то есть в полном сборе. И завтра мы рассчитываем уже сформировать полные комплекты и уже передавать их в части. Вместе с сотрудниками соцзащиты в частях работают представители банков и судебные приставы. Для большинства семей мобилизованных на первом плане финансовые проблемы и кредитные обязательства. Все данные, которые у нас есть, направляются в банки и мы также держим на контроле. Но вот на сегодня уже где-то порядка 12% семей, у тех, у которых были проблемы с кредитными обязательствами, они решены. Отчасти финансово поддержать семьи призваны и те социальные меры, которые уже работают в регионе. Так для пожилых родственников мобилизованных соцобслуживание на дому и в полустационарной форме – безвозмездное. Дети посещают дошкольные учреждения бесплатно, школьники обеспечены льготным питанием и возможностью бесплатного проезда в электротранспорте. Также все члены семей могут вне очереди пройти лечение в реабилитационных центрах региона, посещать бесплатно школьные кружки доп. образования, учреждения культуры и спорта. Прорабатываются вопросы освобождения мобилизованных от имущественного, земельного и транспортного налогов. Транспортную тему продолжили за обсуждением нынешней тематической недели «Безопасные и качественные автодороги». Общий объем финансирования, предусмотренных в рамках этого национального проекта, более 3 миллиардов рублей. Кассовое исполнение на сегодня составляет порядка 80%. В рамках национального проекта в текущем году мы отремонтируем около 110 километров автомобильных дорог. Это 10 участков трасс в Ульяновске и 29 по всему региону. Основные работы там уже завершены. Сейчас идет установка новых дорожных знаков. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.